Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Из Кемера пока что еще, но... Но сегодня будет, как всегда, блог. Сегодня 7 августа 2019 год. Не знаю, кто когда будет смотреть это видео. В общем, хочу показать вам сегодня дорогу из Кемера в Анталию. Каким образом можно самостоятельно добраться до магазина 5М Мигрос. Для тех, кто ни разу этого не делал, возможно, окажется информация полезной. Ну, а для наших постоянных зрителей, подписчиков, мы едем сейчас в отель в центре Анталии. Это городской отель. Он тоже 4 звезды. Расположен в старом городе. Сейчас такая жара на улице. И наша цель это побродить, походить. 4 звезды, Вань. По старым улочкам. Уж очень, когда мы последний раз отдыхали в самой Анталии, мне запомнился этот район. Шопинг, разумеется. Так что все вам сегодня покажу. И рассказываю, как ориентировочный знак. Вот эта вот центральная башня с часами. Возле нее вот такие вот есть остановочки. Значит, вам нужно подойти на эту остановку, если вы хотите поехать из Кемера в Анталию и найти автобус, на котором будет написано Анталия, экспресс. Почему экспресс? Если вы поедете не на экспрессе, то будете ехать долго. Сейчас посмотрим, сколько что стоит. Это, мам, смотри. Кемер, Анталия, Атагар. Экспресс. Это экспресс, да? Все, экспресс. Вот мы сейчас... А там стоят? Да нет, там есть места вроде бы. В общем, вот таким вот образом выглядит автобус. Он не очень большой. Больше похож на долмыш, наверное, долмыш. Есть, скорее всего. Пыталась я спросить у водителя, сколько стоит проезд. Он, идите, идите, идите. Нам, в общем, нужно доехать с вами до 5 Мигрос. Сейчас посмотрим, сколько у нас времени. За сколько мы доедем. А это большие вот там экспрессы стоят? Не, ну этот вроде бы... Я хотела сказать скандием, но смотрю, окна открыты. На 5 минут у мамы меньше. Сейчас 13.26 у нас по времени. Посмотрим, поскольку мы доедем. Так, Ваня увидел обмен валют. Смотрите, 5 долларов 0,50. В смысле, 5,050 лир – это 1 доллар, и евро 5,7 там какой-то был курс. То есть 5,7 – это 1 евро лир. А мы, получается, опять на этом автобусе возвращаемся в сторону нашего отеля. Я думаю, может быть, мы могли на остановке возле нашего отеля сюда сесть. В общем, смотрите, мы могли вот здесь, оказывается, возле нашего отеля перейти через дорогу и сесть здесь и не идти к Мигросу. Но так как я была не уверена, что экспресс здесь устанавливается, мы прошли до Мигроса. А так на остановках, вот видите, он здесь останавливается. Причем едет сейчас, разговаривает по телефону, и поэтому едет еле-еле-еле-еле. В общем, проехали мы полностью всю нашу улицу. Практически до того места, где мы высаживаемся на пляж. То есть можно спокойно от всех этих отелей, от Оранж Каунти, от Барута сесть на автобус, на всех автобусных остановках. Несмотря на то, что он экспресс, он остановился. Ровно один час мы ехали до этого большого Мигроса из Кемера. Проезд так и не поняли. В общем, таксист вообще не понимает по-английски, в смысле водитель по-английски не понимает. Но мы показали на нас, на всех, и сдачи дали с 50-14 лир. То есть получается 36 лир за ребенка он тоже какую-то часть взял. Вот, наверное. Так. Вот таким вот образом выглядит вот это место. 5М Мигрос. Такое огромное здесь колесо обозрения. И вот он, вот такой вот большой магазин. Но сегодня мы сюда не пойдем, потому что сейчас мы на такси доедем до нашего отеля, а потом уже обязательно мы попадем и сюда в том числе. Потому что мы поняли, что своим ходом мы не доберемся без такси. Здесь же получается остановка вот возле 5М Мигрис. 30 лир стоит доехать до нашего отеля. Сюда же подъезжает такси. Здесь стоит мужчина, который вызывает всю эту операцию. Сейчас посмотрим, сколько отсюда ехать. Мама говорит, запоминай дорогу. Здесь я хочу сказать, что Анталия – это огромный город. Допустим, вот в этом направлении я вообще еще ни разу не была, где колесо изобрения. Колесо обозрения. Дело в том, что, я не знаю, мне кажется, сейчас градусов, наверное, 45, если не больше. Даже в автобусе отключилось. Чего со мной вообще не бывает. Кондиционер там в автобусе не было. Сейчас такси-кондиционер есть. Вон, Ванюсик, смотрите, весь мокрый едет, уснувший. Поэтому здесь самостоятельно добраться можно, но при других условиях. Осенью, наверное. Ну, когда не настолько жарко, когда голова хоть как-то соображает. А так вот вообще как бы... Вообще, я даже приблизительно не понимаю, где мы находимся. Ну, где-то на другом конце от колеч. Хотя сказали, что будет 30 лир стоить. То есть, в принципе, расстояние здесь у нас не очень большое. А это парк какой-то, Ваня. Парк аттракционов. Парк... Актюр-парк. С таким огромным-огромным колесом обозрения. Скрытыми кабинками. Можно, наверное, всю Анталию увидеть сверху. Хотела бы прокатиться на таком? На большом колесе? Не хотела бы? Нет, уже нет. У нас экстремалов нет. Оксаны нет. Оксана у нас экстремал. И Маша. Маша экстремал, да. Ой, как хорошо скандиат, да? Совсем другое дело. Что-то круглое проезжают, наверное, на стадион, наверное, скорее всего. Так, вот таким вот образом Кхан-отель. Но у него там еще впереди много всего. Тут сокращенное название. Находится он в самом центре. Гостиница 4 звезды. А нам точно не дадут? Ой, как хорошо здесь у нас этот кондиционер работает. Отлично. Хоть немножко попрохладнее. Смотрите, вот если в лирах номер 420 лир. Это двойной номер. Ой, вернее, одинарный, да? Дабл 680 и трипл 820. Тройной. В общем, все говорят только исключительно на английском языке. Здесь вообще русскоговорящих нет. В общем, номер наш еще не готов. Нам надо подождать минут 15. И далее вот какие-то напитки такие попить. Но они ледяные, Ваня, так что ты подожди, пожалуйста. А ну, конечно, хочется сейчас ледяное выпить с такой жарой. Но лучше не надо. А я попробую. У тебя же тоже. А, ну это тоже этот разведенный. Здесь такая комната отдыха при входе. Отель небольшой. Ну, правда, высокий сейчас. Не знаю, сколько здесь этажей. Зеркальный потолок. Все жалюзи задвинуты, потому что очень жарко. А, это у нас, наверное, лобби-бар. Не, наверное, точно. Сейчас посмотрим с вами меню. Лифты. Что, сколько стоит? Представляете, номер не готов. До трех часов сказали подождать. Так, кофе эспрессо. 10 лир. 100 рублей кофе стоит. Маленькая чашечка. Ну, даже не 100, а 100. 10 лир. 10 лир. 10 лир. 10 лир. Лук, лук. Спасибо. Просто посмотри. Перетел. 22 лир. 10 лир. 10 лир. В общем, цена средняя. Полыренная. А это у нас рейтинг. Отеля на букинге. 8,1. Причем, 8,1 это невысокий рейтинг. У них почему-то это все в рамочке здесь. Так. А, вот он бассейн, кстати, на первом этаже. Помните бассейн? Ну, только если вечером, Вань, сейчас очень жарко. Пойдемте искать номер наш. 210 у нас. На, Вань, держите карту. Здесь тоже однако. Надели нам, кстати, браслет и сказали, что для завтрака. Всем одинаково, ну. Вань, идем, идем. Не было еще 210. Я тут 216. А нам 210. 214. 207. Ух ты. 208. 28. О, в самом конце у нас номер. Давай, открывай. Знаток. Какой? Какой? Наверное, Вань, как-то так. Нет, красная. Можно не развиваться. В общем, пришли в номер. Оказывается, не той стороной мы все это делали. Так. А, я думаю, что так темно. Надо окна открыть, да? Застойно, наверное, потому что жарко. Так, а номер у нас какой-то большой. Там был номер в наличии. Мы взяли большой номер. Получается, у нас здесь две кровати. И еще одна здесь вот третья кроватка. Большой телевизор. Да здесь вообще походу номер на пятерых. Да. Здесь может человек спать. Здесь, здесь. И еще плюс здесь. А может быть, не надо было такой номер брать? А не было другого. Был только такой номер. Поэтому Оксана такой забронировала. Один? Заказать. Но здесь все-все на английском языке. Я, конечно, понимать-то понимаю, что говорят. Но сказать толком объяснить. В принципе, пока что ничего такого объяснять не надо было. Меню на турецком и на английском. Чай. 5 лир. Но вот это мы можем так пользоваться. Или без оплаты. То есть это уже включено в водичку. Водичку. Так. Давайте посмотрим у нас. Выйдем наружу, что мы там увидим. Так. А как открывается-то? Господи ты, Боже мой. Так. Конди сразу выключился. Так. И вот такой вот вид у нас. Ну, знаете что? Вот это вот центральная улица. По которой мы с Оксаной без конца гуляли. А от Ромады Пла заходили. И вот, считайте, за этой улицей находится наш отель. Вот там Ваня ел кукурузу. Вот я как сейчас помню, что мы вон там покупали кукурузу. И сидели там в кафе. То есть здесь очень удобное месторасположение. Вон там впереди у нас Марк Анталия. Большой центр. Сзади море расположено. И старенький район, так как Калечи. Старые улочки Калечи. Здесь есть свой бассейн на территории. Так что красота. Мы сейчас немножко отдохнем. Просто на улице очень жарко. Люди гуляют. Очень выносливые люди. Мы пока доехали в автобусе. Автобус был без кондея. И прям вот реально было очень-очень жарко. Сейчас скажут, опять эти москвичи постоянно ноют, ноют. Ну насколько я люблю жару, но действительно было очень жарко. А в номере сейчас прохладно. Ваня, закрой, пожалуйста, там этот, чтобы кондей работал. Так, касается страны. Мам, ты поняла, что у нас прям вот эта вот улица, по которой мы с Оксаной гуляли, она, мы прям находимся за этой улицей. Вот она. Вот, Вань, иди сюда, я тебе покажу. Помнишь? Раздевайся, кто тебе не дает. Где кукурузу кушать? Сейчас, подожди, открою я здесь. Вот так вот. Вот мы с тобой у фонтана сидели, Вань. Я помню. Помнишь, вот здесь сидели? Вон там кукуруза твоя любимая продается. Мы ее купим, сходим. А вот здесь фонтан. И вот здесь все люди. Ты поняла, мам? Мы прямо на самой, на торговой, на этой улице. Это радует, конечно. Не может не радовать. Расположение хорошее у этого. Расположение хорошее, но номер, видите, долго. Очень готовили. Должны были сразу предоставить. Предоставили с опозданием. Заработал, Кандей? Заработал? Так, ну давайте сейчас с вами подробненько все посмотрим. Конечно, здесь по-другому все. Мама, кто не успел, то тапок сдал. Тапочки ношу. А еще что есть? А еще что есть? Зачем нам здесь тапочки, собственно говоря? Подушка есть, да? Дополнительно. У нас вещей-то с собой нет. Но хоть посмотреть, да? Сейфа нет у них, что ли, получается? Что-то я не вижу сейф. Ну нам он, конечно, не нужен, но странно, что нет сейфа в семейном номере. Вот он сейф. А, есть. Угу. Странно. Как пользоваться? А, как пользоваться, вот написано. Угу. Так, здесь у нас свет. Свет. Ну пойдем посмотрим ванну. Ванну или душ. Что у нас здесь? Ух ты! Вот так вот все у нас выглядит. Мыло есть. Полотенце есть. Вытяжка работает. Вот это что такое? Шампунчики стоят. Мы с мамой сомневались, умывалку брать с собой или нет. А? А где мыло? Вот мыло. Ваня сразу не забывает, что нужно мыть руки с дороги. Так, и вот такая вот ванночка. Ну ванны здесь, кстати, видите, какие-то небольшие. Но достаточно места, в принципе, конечно, хватает. Еще три полотенца у нас. Вот это место для багажа. Но у нас багажа нет. Что мы сейчас? Получайся-ка, да? Подождем, пока жара спадет. Жара спадет, конечно. Потом пойдем. В общем, Ваня распрял духом у нас, наконец-таки. У него появился интернет. Причем интернет здесь. Вот я, кстати, не понимаю. Здесь же гостиница, кстати. Ну сколько она нам обошлась? Восемнадцать тысяч за двое суток. Ну это, понятное дело, что без еды и, ну вот с завтраками. И с тем, что номер вот такой вот большой здесь. Но интернет, к нему даже не нужно подключаться. Просто сеть Wi-Fi выбираешь и все. И тебе моментально все загружается. И в компьютере то же самое. И в телефоне то же самое. То есть, ну насколько же это удобно. Это, мне кажется, сейчас такое вот, такая вот существенная необходимость, мне кажется, интернет, что, ну как вот без него. Без него очень тяжело. А я даже Оксане на видео, смотрите, как мгновенно YouTube грузится, моментально просто. Вот. А у меня будет крутиться, 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 крутиться. Наверное, сегодня выйду в прямой эфир. Прямой эфир вы раньше увидите. Еще хочу посмотреть напор воды. Вот у нас в отеле напор воды это вообще ни о чем. Очень-очень слабенький напор воды. Вода долго прогревается. Здесь посмотреть, хороший напор. Вот здесь так себе, а вот здесь. Сейчас самое главное посмотреть. О, вот это напор, я понимаю. Вот это напор. Я потом вам покажу. У нас в том отеле какой напор. Фен есть. Слава Богу. Фен есть. Ваня, нравится тебе здесь? Да. Уютненько. Ну, а самое главное, конечно, то, что здесь все рядышком. Смотрите, даже вон сколько смельчаков там на улице купаются. Вот он городской отель. Вот чем мне Ваня все спрашивает, чем городской отель отличается от обычного отеля. Кстати, здесь очень много в центре отелей. Смотрите, вон напротив тоже какой-то частный отель. Маленький. Если вот так вот, допустим, чисто на шопинг приехать, можно приехать, снять где-то поблизости, в центре, вот прямо здесь, небольшие, маленькие отели. И спокойно походить, знаете, чтобы не бегом не бежать на автобус. Все-таки пожареет, выматывает. Есть номера недорогие, недорогие гостиницы. Собственно говоря, что вам надо, чтобы переночевать? Чтобы кровать была, вода была и все остальное. А это, в принципе, конечно, уже излишество, но приятно. В общем, дорогие друзья, я очень рада такому удачному месторасположению. Когда мы бронировали, я так и не поняла, где мы находимся. А теперь я очень четко понимаю, где, что и как, и куда идти. Обязательно будет продолжение, будет шопинг. А сейчас мы отправляемся на улочки, на улочки любимой Анталии. Так что, как всегда, всем хорошего настроения, добра, позитива. И обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что комментируете. Спасибо, что со мной. Пока-пока.